Вот вопрос интересный возник, я думаю нашим зрителям тоже будет интересно. Насколько я знаю, в Европе сейчас введено требование, двигатель должен составлять минимум Е3 классификацию. Многие производители сейчас гонятся за Е4 или дальше стараются сделать задел на будущее. Как вы думаете, либо может быть есть какая-то информация, как долго будет требование именно по Е3 и эти двигатели можно будет эксплуатировать, прежде чем ведут Е4? Или это все-таки стихийный характер имеет? Нет, это не стихийный, они законодательно, они сейчас запретили вводить в оборот, в первичный оборот, двигатели класса энергоэффективности ниже Е3, Е3 более. Я думаю, классы Е3 продержатся достаточно долго, очень долго, потому что каждый последующий класс тоже проблема, потому что даже Е4, во многих случаях, этот двигатель существенно больше. А мы же умудряемся его в размерах Е1 держать, мы же еще не выскочили за Е1, за старые классы, за эти по габаритно-присоединительным размерам. Но есть еще одно, что многие, вот сейчас фермы, которые занимаются Е5 классом, отмечают, что даже Е4 там тяжело без контроллера достигнуть, но Е5 это уже совместно с частотным управлением, с частотным контроллером, с частотным контроллером должен эксплуатироваться, потому что иначе не получишь. А вроде бы даже еще охлаждение водное начинает устанавливать. Это все, ну это настолько усложняет конструкцию привода, что да, есть смысл угнаться с этим классом. И самое главное, что ведь почему есть смысл? Сейчас погода ограничила по всему миру. Это к чему привезло? Даже зона водоразвитана у вас на Тарктику. Воздух стал чище. Это говорит о том, что если мы вот сократим потребление, значит природа очистится. А что для человечества дает этот эффект? Природа стала лучше, чище. Человеку чем от этого лучше? Озера, реки чище, грунт чище. Вот даже там, где каналы были, в Венеции, они очистились. А чистый воздух – это здоровье, это меньше загрязнений всевозможных. У нас же ослабленный иммунитет из-за чего? Из-за гружающей среды. Редактор субтитров А.Семкин